Еще 58 санитарных автомобилей пополнят автопарки медучреждений Приморья. Ключи от новых транспортных средств сегодня получили 25 больниц края. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Олег Кожемяка. Это еще один шаг в улучшении качества медицинского обслуживания. Возможности врачу проехать к своему пациенту, в том числе где-то по бездорожью, машины высокопроходимые. Это возможности доставить амбулаторного пациента на диспансеризацию к врачу, где-то также привезти медицинские лекарства, ФАПы. В общем, эти автомобили предназначены для того, чтобы врач был мобильный, для того, чтобы мог оказать помощь в самом отдаленном населенном пункте. Автомобили получили больницы Арсеньева, Артема, Дальнегорска, Дальнереченска, Находки, Партизанска, Спаска Дальнего, Уссурийска, Лесозаводска, а также Кировского, Михайловского, Надеждинского районов, Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Ханкайского и Хасанского, Харольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского округов. Данная машина очень необходима, особенно в отдаленные районы. Как Олег Николаевич правильно сказал, то, что это подвоз больных, также это транспортировка врачей, среднего медперсонала в отдаленные районы для осмотра населения, для проведения диспансерного влияния. На фоне своей больницы я могу сказать, что да, молодые специалисты к нам идут. Также планируется открытие медицинского колледжа в сентябре 2023 года по программе «Естественское дело». Как бы это, в принципе, это очень необходимо для нашего отдаленного района, потому что кадровый дефицит, он везде. Помимо той большой программы, которая включает в себя и модернизацию первичного звена, и ремонт, и бережливая поликлиника, конечно, наличие кадрового потенциала имеет огромное значение. В этом отношении мы работаем вместе с вами, эту работу видим одно из главных направлений, и безусловно будем делать все, чтобы население с каждым годом все больше было довольно медицинским обслуживанием. Отметим, что транспорт поступил в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. А всего с 2021 по 2025 годы медучреждения Приморья получат 343 автомобиля. Губернатор поблагодарил сотрудников сферы здравоохранения за их нелегкую работу и пожелал спокойных дежурств и удачи на дорогах. Ирина Шелина, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.